Журнал «Квант», нулевой номер за 2011 год. Начинается на статью в рубрике «Математические сюрпризы». Статья эта написана Корнеевым, и на русский язык была, и она переведена, на Дубровский. В свое время опубликованная статья была в журнале «Квант», называется «Загадочные числа». Я не буду сейчас вам рассказывать, поскольку замечательный опыт, похуже вещь, мы должны по нашему с вами плану разбирать свой. Итак, тема сегодняшнего занятия «Числа стильника». Числа стильника обозначаются вот таким образом. Это количество Разбеения Пятиэлементного множества На три Не пустых Подножки Разумеется, никто сейчас еще ничего не понял, поэтому давайте я конкретно объясню, что это такое, просто таблицу составу. Значит, смотрите, если у нас есть числа 1, 2, 3, то можно сделать так, написать 1, 2, 3 в одном, 4 в другом и 5 в третьем. То есть, разбить множество из чисел 1, 2, 3 и 4, нет, ребята, вы на это не смотрите, вы это пишите себе в тетрадь, обязательно в порядке, потому что уже реклама закончилась, уже началось занятие. Это один случай. Второй случай. Один, два, четыре, три, пять. Следующий случай. Один, два, пять, три, четыре. Я подозреваю, что вариантов будет довольно много, поэтому давайте буду делать так. Один, три, что у нас тут бывает? Четыре, два, пять. Один, три, пять. Два, четыре. Бывает один, четыре, пять. Два, три. Дальше бывает так. Два, три, четыре. Один, пять. Два, три, пять. Один, четыре. Два, четыре, пять. Два, четыре, пять. Два, четыре, пять. Один, три. Так, что еще можно сделать? Что еще можно сделать? Например, здесь может быть один, два. Один, два, это означает, что здесь три, четыре, пять. Ребята, а больше таких вариантов нет. Проверьте, пожалуйста. Так, какие еще возможны ситуации? Возможно так. Один, два, здесь вот три, четыре, а здесь пять. Хорошо. Здесь пять. Здесь один, три. Я пытаюсь сам себя не запутать, поэтому некоторую систему я уже для себя выбрал. И давайте я буду этой системе придерживаться. Один, четыре. Здесь у нас два, три. Так, теперь то же самое с четвертой. Это будет один, два, три, пять. С четвертой. Один, три, два, пять. Так, значит, один, четыре, один, три. Так, один, два. Так, с четвертой что бывает? Один, два, один, три. Один, пять. Один, пять. Два, три. С четвертой. Ой, я, конечно, напишу дальше, но смысл очень простой. У меня бывает с пятеркой, бывает с четвертой. Что еще бывает? С тройкой. С тройкой. С тройкой. С тройкой. И сколько будет вариантов? Три штуки. Три штуки? Не очень много. Почему? А именно один, два, один, четыре, один, пять. Согласны? Здесь четыре, пять. Здесь у нас два, пять. Здесь два, четыре. Так, с тройкой. И с чем еще бывает? С двойкой. С двойкой. С двойкой. С двойкой, да. И с единицей. Так, давайте уже быстро выпишем. То есть двойкой, как она? Бывает один, три, один, четыре, один, пять. С единицей. Бывает два, три, два, четыре, два, пять. Так, успеваем в тетраде все это нарисовать. Значит, один, два, три. Здесь у меня стоит четыре, пять. Здесь стоит три, пять. Так, 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 здесь что? Три, четыре. Здесь. Что здесь будет? Четыре, пять. Совершенно верно. Здесь что будет? Пять, три. Здесь. Один уже есть. Три, четыре. Четыре. Осталось мелочи. Быстро пройти, посчитать, сколько всего вариантов. Один, два. Три, жды, пять. Четнадцать. И здесь еще было сколько вариантов? Четыре. Сколько еще было здесь вариантов? Один, шесть. Ребята? Всего 15 Так, нет, как? Всего 15? Нет Давайте-ка вы посчитайте Давайте-ка вы все-таки быстро в тетради напишите все эти варианты Посчитайте сколько их штук Сколько? Вы говорите, что 25 Все-таки 25 Получается, что у нас такая версия Количество способов Разбить Пяти элементное множество На Три части По Если мы правы Если мы все эти Способы Не перепутали, не забыли То это получается 25 штук Так вот смотрите Цель нашего сегодняшнего занятия Научиться Быстро Вычислять Эти самые числа Стивлинга Для разных Значит Не только для Не только для Давайте сделаем так Я нарисую таблицу Здесь будет написано Количество элементов А здесь Количество множеств На которые надо разбивать Одно 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 Укан Два Три Четыь Пять Шесть Семь Давайте до восьми Прошу и на этом остановлюсь. Презумеется, можно было писать и дальше, но не постерпеть у нас своими прядями хватит. Просьба вам такую же таблицу нарисовать, чтобы трать. Здесь количество элементов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наша цель заполнить эту таблицу и понять, какие интересные закономерности есть для чисел этой таблицы. Сразу скажу, что в этой таблице можно и чьи-либо сразу написать. Сразу скажу следующее. Разбить, скажем, пятиэлементное множество на 6 частей, или на 7, или на 8 невозможно в принципе. Значит, когда множество из пяти элементов, то на 6 частей, на 7 частей и на 8 частей. Ноль способ. Точно так же, когда у нас есть один элемент, его невозможно на 2 множества распределить, чтобы оба множества были минусы. В общем, ребят, огромное количество нулей. Пожалуйста, быстро, сразу все эти нули напишите. Огромное количество нулей для тебя, тоже забыл. Дальше. Представьте себе, что нас интересует число стирлинга из одного по одному. Сколько? Сколько? Договори. Один. Понятно. Потому что когда у нас есть один элемент, и надо его, так сказать, запаковать в один пакетик. Сколькими способами это можно сделать? Одним единственным способом. Отлично. Так, а если у нас два элемента и два пакетика? Один. Тоже один. Каждому элементу свой пакетик. И если три элемента и три пакета, и вообще нет, всегда число стирлинга из n по n, для любого натурального числа n, это единица. Значит, я прохожу по диагонали, и везде пишу единицу. Можно? Отлично. Да, говори. Там, где один стоит, там тоже надо вниз единицу продолжать. Там, где один стоит, вы показываете, знаете, столбец, да? Молодец. Если у нас единственный пакет, то, конечно, мы должны просто все, что есть, в него запаковать и все. То есть, когда, например, берете число стирлинга из пяти по одному, что фактически это означает? Один. Есть множество, состоящее из чисел один, два, три, четыре, пять. Мы должны подумать, сколькими способами мы можем разбить его на одно подможество. Ну, то есть, проще говоря, ничего не разбивать. Просто ничего не разбивать. Это можно сделать одним единственным способом. Теперь наступает интересная работа. Здесь три будут. Молодец. Давайте я быстренько напишу все способы. Один, два и три. Один, три и два. И, наконец, два, три и один. Вот они. Все три способа разбить трехэлементное множество на два непустых подможества. Кстати, как будет по-английски множество? Не знаете. Давайте я напишу. Что? Кстати. А, множество. Как будет подмножество? Анда. Ошибаетесь. Анда. Это вот, если я сейчас за стулку подлезу, то это будет анда. А подмножество в математическом смысле, немножко по-другому. Сапсы. Вот множество. Сапсы. Так, теперь представьте себе, четыре элемента надо разбить на два подмножества. Подмножество. Так, я считаю, что там в отделении уже все дополнили. Число Стирлинга, количество разбиений, множество из вот такого количества элементов, нас только начислить. Так, для четырех, пожалуйста, не линитесь, выписывайте все эти таблицы. Значит, для четырех. Система такая. Один, два, три и четыре. Один, два, четыре и три. Один, три, четыре и два. Два, три, четыре и один. Это для четырех. Теперь дальше. Один, два, три, четыре. Один, три, два, четыре. И два, три, один, четыре. Согласны? Сколько штук получилось? Семь. Семь. Действительно получилось семь. Так, движемся дальше. Четыре элемента, три множества. Так, я не буду сам делать. Кто-нибудь выходит? Быстрее. Значит, кто-то из вас уже учил комбинаторику, кто-то из вас в жизни еще ни одной задачи по комбинаторику не решил. Меня это не волнует. Я знаю простую вещь, что если не бояться спокойно все это выписывать, рано или поздно все пойдешь. Прошу сейчас выйти. Четырехэлементное множество всеми способами разбить на три части. Надо просто выйти и написать, кто не боится. Давай. Да. Вот так. Начни, начни там, где тебе удобно. Так, один, два. А вот и нельзя. Части должны быть пустые. Если ты куда-то написал один, два, три, то на три части уже не хватит. Три, да. Четыре. Отлично. Дальше. Замечательно. Один и четыре, да. Два и три. Два и три. Один не бывает уже. Мягко скажем, я крутим в таком способе написания чисел 1. Хорошо. Вы меня убедили. Вы меня убедили. А, да, вы скажете, вы скажете, что у меня есть партнель, да? Я предлагаю, что я вашей написи подниму вверх. Один, два. Три, четыре. Один, три. Два, четыре. Один, четыре. Два, три. И теперь вы можете на том же самом месте писать остальные границы. Два, один, четыре, три. У вас уже было. Вы же договаривались, что от порядка множества ничего не зависит. Важно, кто с кем. Понятно? Так. Два, четыре. Два, четыре. Два, четыре, а то что? Один, три, да? Один, три. Отмечай, да? Почему ты пишешь так, а? Уже это вести ты не умеешь писать циклы. Я не устою повторять пустую мысль. Не надо перепрыгивать через тапок. Есть простой этап, научиться писать циклы. Я уверен, что потратите на это, наверное, 20 минут и научитесь. Просто надо поставить перед собой циклы. Научиться писать что-то красиво циклы. А так вы многие годы живете, и все у вас никак не находит в эти несколько минут, чтобы научиться писать циклы. Кто что-нибудь скажет по этому? Не сам. Да. Да. Там полмашутка, там вот три одних. Выйди, покажи. Там вот три одних четыре. Вот это вот считается как за один способ? Это один тот же способ. У нас отдельно, в отдельном мешочке, четвертый, а? В отдельном мешочке, двойка. В отдельном мешочке, здесь, 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 здесь. Конечно. 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 Это, это, нет, надо объяснить. Другие полярки могут быть не на каждом, а на каждом. Посмотрите, сколько сейчас. Их сейчас шесть. Но на самом деле, тут есть какая-то ошибка. Да, какая? Да, вот один, два, три, четыре. Конечно. А на все это два, пять должны. Ну, пять у нас не бывает вообще. Да. Два, три, один, четыре. Это я напишу. Два, три. Ой, давай сюда. Сейчас. Два, три, один, четыре. Так есть. Слушайте. Дайте все разоткручь. Чтобы не запутаться. А вы мне продиктуете. А зачем? А? Совсем просто. Надо смотреть, какие два числа вместе. Смотрите. Да иди сюда. Тут же вот эти вместе, а остальные по одному. Один и два вместе, один и три вместе, один и четыре вместе. Что еще могут быть вместе? Два, три и что? Два, три и могут быть вместе. Еще. Два, четыре. Два, четыре. Или? Или четыре. Конечно. И все. И все. Так. Ну и давайте, не купите мне здесь. Два, три. Что сюда? Два, три, один, четыре. Так. Сюда что? Два, четыре, один, три. Один, три. Отлично. Сюда что? Один. Все? Спасибо. Там уже не сутки. Нет, нет, нет. Спокойно. Спокойно. Мы одну клеточку уже здесь. Сюда идет шестерка. Здесь шестерка. Ответ не верит. Ответ не верит. Сейчас мы должны с вами подумать, что стоит в этой клеточке. Значит, ребята, работа сегодня устроена очень просто. Мы заполняем и заполняем, заполняем и заполняем. До тех пор, пока вы не найдете какую-то простую, понятную закономерность. Вот здесь, в самом начале занятия, мы выписали, если здесь нет ошибки, то двадцать пять. То есть, какое число мы посчитали в самом начале занятия? Вот это. Вот если, конечно, мы без ошибки посчитаем. Сейчас узнаем. Ваша работа. Вычислить количество разбиений пятиэлементного множества на два подмножества. Значит, здесь я еще должен сказать такое же. Вы можете мне сказать, что вы не из старших классов, что вы боитесь таких больших таблиц и так далее. Ответить на это я могу очень просто. Посмотрите, Петр Первый, когда был ребенком, то у него были потешные полки. Может быть, слышали? Да. Замечательно. Что это было? С точки зрения других людей, чем бы дитя не тешилось? С точки зрения будущей российской истории, основа для новой армии, которая привела его к власти и так далее. Так вот, то же самое. Можно решать десятками задачи одного вида. Действительно, сел в песочницу и, значит, ведерком там. Да? А можно взять и потешный полк организовать. И потом стать императором и так далее, и так далее. Очень важно. Самые первые дни своей жизни заниматься серьезными делами. Человеческая жизнь удивительно, короткая. Любому из нас всегда не хватает времени. Любой из нас, если бы ему дали возможность, там, лишних 10 лет поучиться в школе, лишних, там, 5 лет поучиться в институте, а лучше 10, лишних 20 лет поучиться в аспирантуре, любой бы из нас достиг гораздо большего. Только вот, извините, возможности такой нет. Между прочим, когда один мой знакомый поехал учиться в аспирантуру в Соединенные Штаты, то он приехал оттуда с очень простым сообщением. Ух ты! Оказывается, они молодые до тех лет, когда мы уже считаемся старыми. Поняли, о чем я говорю? А это не цель леса. А именно, в Америке система образования устроена так, что гораздо дольше человек учится. Многие у нас по этому поводу смеются. Ха, их 18-летние знают меньше, чем наши 16-летние. Очень хорошо. Можно смеяться над этим. Можно радоваться тому, что наши лучшие 16-летние их обгоняют. Только вы забываете одно. Общество, когда дает возможность долго быть молодым, и когда дает возможность долго учиться в университете, в аспирантуре, в результате получаются гораздо более образованные люди, просто потому, что у них физически было больше времени. Конечно, кто-то это время проведет в кабаках и, так сказать, там, не знаю, с какой-нибудь дрянью, но таких людей в любом обществе все-таки абсолютное меньшинство. Ищем разные способы. Конкретно вот сейчас звездочка, где там стоит? Пять. Дайте подумать. Пять элементов разбить на два множества. Давайте так. И все-таки сейчас действительно там время для того, чтобы вы эту таблицу написали. Потому что невозможно, когда вы просто ждете, что за вас все сделают. Работаем. Найти хотя бы пару клеточек самостоятельно. Даже если вы ошибетесь, ничего страшного, переживем. Мы сейчас все правильно вместе сделаем. Но сделайте. Выбежите эту таблицу. Конечно, вы можете же опустить какой-нибудь вариант. Это вы все сделаете. Но главное, чтобы вы поняли, как это устроено. Не спим. Пишем, составляем таблицы. То есть несколько таблиц я уже вам сделаю. Несколько таблиц на доске есть. Для пяти элементов таблица выглядит очень даже просто. Так, что у нас там? Один, два, три, четыре и пять. Один, два, три, пять и четыре. И так далее. Выписываем вариант за вариант. Мне важно, чтобы вы нашли это число. Кто найдет число стирлинга из пяти по два, пожалуйста, ищите сразу после этого число стирлинга из пяти по четыре. То есть множество из пяти элементов разбивайте на четыре подможки. Ничего страшного в этом нет. Да? Да, ну там уже пятнадцать. 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 А здесь правильно. Да, правильно. Скажем. Я вам полный. А можно это? С три. С три. Пиломент у нас такая. Тут было один. Да. Пиломент 2, получается 3. Да. Должен быть 6. Вот то, что мы прибавляем 2, мы это умножаем на пиломент 2, получается 4. 4 равно 7. Да. А потом она... Вы мне лучше скажите, сколько будет здесь? Тут будет 5. Пишите. Это правда. А под ним что будет? А под ним 6. А под ним будет? А под ним будет 3. Правильно. Пишите. А под ним? Водосемь. 63. Тоже правильно. А под ним? Сто двадцать. Сто двадцать, да. Действительно, формула очень простая. Тридцать один, это пятнадцать умножить на два плюс один. Пятнадцать, это семь на два плюс один. Семь, это два, три плюс один. Треть, это один, это два плюс один. Значит, надо каждый раз число умножить на два и прибавить единицу. Ну, правда, вы без доказательств это сказали. То есть, конечно, для пятерки я легко могу все варианты выписать. Вы уже понимаете, что мне надо выписывать всего 15 вариантов. Значит, смотрите. Три, два, один. Сейчас я попрошу. Один, два, четыре, пять. Один, два. Один, три, четыре, пять. И здесь два, три, четыре. Это пять вариантов. А еще такие штуки, когда здесь стоят один, два, или один, три, или один, четыре, или один, пять. И еще бывает так. Два, три, два, четыре, два, пять. Так, я немножко не рассчитал. Бывает еще три, четыре. Так, бывает... Бывает... Так, что еще бывает? Бывает еще три, пять. Так, и давайте я сделаю вид, что там специально оставил место. И еще бывает четыре, пять. То есть, один, два, три. Здесь у нас, господа, один, два, четыре. Три, четыре, пять. Два, четыре, пять. Два, три, пять. Два, три, четыре. Один, четыре, пять. Один, три, пять. Один, три, четыре. И один, два, пять. Всего действительно 15 вариантов. Говорю. А почему там два, три, четыре, там четыре числа? Где? Два, три, четыре. Так. Я не вижу. Здесь что ли? Нет. Хочи четыре. Два, три, четыре, один, пять. Сюда кажется. Нет, а мы что-то уже. Два, три, четыре. Здесь? Нет, два, три, четыре. Здесь? Да. Ну, наверное, скажем, что я пятерку задал. Спасибо. Спасибо. Это я действительно задал пятерку. Спасибо. 15 вариантов. Кто может объяснить? То есть, вы абсолютно правильно заметили, что есть регурентная форма. Число стирлинга из пяти по два – это удвоенное число стирлинга из четырех по два плюс один. Это правда. Знаете, что такое? Это же нужно объяснить. Если мы это сделаем, то будет очень важный прогресс. Потому что мы поймем, как вычислять одно число стирлинга через предыдущее. И на самом деле, тогда мы сможем и дальше продвинуться. Готовь. Ну, смотрите, почему мы умножаем на два? Потому что мы добавляем один число, но более двух колонок получается. И еще добавляем один, когда это число единое, что другие. А, молодец. Это право разумное объяснение. Только, пожалуйста, еще раз вы идите к доске и сделайте вам все полы. Смотрите, когда мы берем прошлом. Во-первых, у нас есть, я специально хотел, чтобы это был рядом. Вот это, там, очки. Здесь 7 вариантов. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3 и так далее. Нужно объяснить, как из этой таблицы получается вот эта таблица, в которой 15. Смотрите, у нас есть 1, 2, 3. Здесь есть 1, 2, 3. Здесь мы, как мы видим, правую колонку, 4. Дальше есть 1, 2, 3, 4. Нет, 1, 2, 3, 5. Это так же самое, 1, 2, 3. Только здесь уже 5, здесь 4. То есть мы добавляем 5 на другую колонку. Молодец. Все, садись. Я понял это решение. Действительно, да, 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 очень правильный. Значит, посмотрите, как это объяснить на конституции. Вот у нас есть числа 1, 2, 3, 4. 5 добавляем в правый столбец. Значит, получаем вот этот способ. 5 добавляем в левый столбец. 1, 2, 3, 5 и 4. Получаем вот это. Вообще, Гарри Поттер, все читают? Да. Там есть такая вещь, как, как там, почти безголовый ник. Да. Замечательно. Да. Привидение. Так вот, сейчас вы должны представить себе ровно обедную историю. Представьте себе, что число 5 – это привидение, которое хочет, его видит, хочет, его не видит. Такой, или мантий-невидимый, его. Лучше мантий-невидимый, не привидение, а там будет такая замечательная штучка. Мантий-невидимый. Значит, давайте, пусть пятерка надевает на себя мантию-невидимую. На самом деле, есть один случай, когда, что называется, все будет плохо. Этот один случай, давайте я выберу, вот он. Когда пятерка надела на себя мантию-невидимую, то вдруг в одной из частей вообще ничего не стало. И это ужасно. Потому что это у нас правилами запрещено. У нас есть единственный такой вот случай. А каждый из остальных случаев разбивается на два. Если пятерку вписываем сюда, то идет вот так. Если пятерку вписываем сюда, то где у нас там? Три-пять. Три-пять вот здесь, правильно? Ребят, я не буду дальше. Давайте я возьму это. Один, три-пять и два-четыре. Это вот сюда. Один, три и два-четыре-пять. Один, три и два-четыре-пять. Это вот сюда. Все просто. Все просто. Любой вариант раздваивается вписыванием пятерки или влево, или вправо. И при этом добавляется еще один вариант, когда пятерка отдельно от всего. Разумеется, точно так же обстоит дело и с шестеркой. То есть, имея все варианты, выписанные на пяти, вы можете шестерку вписать каждый раз налево или направо. А кроме этого, написать вариант, когда один, два, три, четыре, пять с одной стороны, а шесть с другой. Замечательно. Теперь наступает интересный момент. Из пяти по четыре. Можем ли мы быстро это найти? Или опять надо все выписывать? Там будет две или две? Сколько там будет? Десять, наверное. Неверно. Не девять. На четыре непустых подмножества разбить пятиэлементное множество. Работаем. Писать, конечно. Слушай, что сделаем? Будет десять. Десять. Молодец. Скажи всем. Я заметил... Я заметил закономерность, но тут плюс два, плюс три и прибавим четыре. Отлично. А только с ответом закономерности? Не можешь. Ответ действительно действительный. Действительный. Да. То есть мы специалисты. Ответ действительно действительный. Десять. Так называемые треугольные числа. Один, три, шею, десять, пятнадцать, двадцать один, двадцать восемь. Кто сможет это объяснить? Кто сможет понятно и быстро объяснить? Да, пожалуйста. Как же это прибавляется? Нет. Не закономерности по таблице, ребята. А нужно ведь объяснить, почему это так. Нужно объяснить, почему количество способов разбить пять элементов на четыре множества равно десяти. Один из способов взять и вывести. Другой способ объяснить славу. Да? Все проще. Можно рисовать картинки, ребята. Давайте. Я нарисую пять чисел точек. Надеюсь, что вы мне сейчас все объясните. Значит, вот смотрите. Есть пять чисел. Число один. Один, два, три, четыре и пять. Вот смотрите. Как можно нарисовать разбиение множества из четырех элементов на... Разбиение множества из пяти элементов на четыре множества. Смотрите. Есть пять чисел. Разбить сколькими способами это можно на пять множеств. Как это изобразить? Да очень просто. Вот, например, единица – это одно множество. Двойка и пятерка – это второе. Это множество третье, а это множество четвертое. Согласны? Да. Это один из способов. Заметьте, что при этом важно? что двойка и пятерка – это одно множество. Замечательно. А теперь давайте я нарисую заново те же самые пять точек. Замечательно. Замечательно. И смотрите. Единица и двойка вместе, все остальные по отдельности. Один способ. Двойка и тройка вместе. Двойка и четверка вместе. Замечательно. Там, смотрите, там обязательно только пожатие. То есть, то что имеем? Двойка, пожалуйста, первому, третьему и пятому, четвертому. Мы умножаем 5 членов на 4, это рукопожатие, делим на 2, поскольку как бы 5,2 и 2,1 это одно и другое рукопожатие. Это все правильно. Это очень известная задача. Сколько сторон и диагональ в пятиугольнике? Ответ. Разумеется, 10. 5 сторон и 5 диагональ. Правильно? Так, а в шестиугольнике? Если добавишь еще, если добавишь еще шестую точку, сколько добавляется линия? Раз, не 6. Два, три, четыре, пять. Добавляется 5. Так именно здесь и получается, что добавляется 5, а не шести к 15. Дальше 6 прибавляем 5. Конечно, добавляешь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом 7 и так далее. Все, сдадимся. Все правильно. Про треугольные числа мы поняли. Более того, мы с вами на самом деле поняли такую формулу. Число стирлинга, ну, например, из 7 по 6. То есть, 7 элементов разбить на 6 множество. Это то же самое, что число сочетаний из 7 отлов. Так, для тех, кто не знает, напомню. Вот таким символом обозначается число сочетаний. То есть, количество способов выбрать два элемента из 7 возможностей. Так, что я уже подумал, 6 минут на 4, я думаю, 20. У вас есть гипотеза об эмпекате? Да. И сколько же в ней? 20. Ну, очевидно, нет. Потому что числа здесь явно не растают, а 25 больше, чем 20. Так, дальше. Число стирлинга из 6 по 3. Его надо найти. Можете? Ну, ребята, давайте-ка я вам объясню еще формулу для вот этих чисел стирлинга. Дело в том, что числа 1, 3, 7 – это числа, которые можно задать, замечательно простой формулу. Давайте я ее напишу. Значит, смотрите. Число стирлинга из n по 2 для любого, что равен числа n. Это 2 в степени n минус 2 пополам. Или, что то же самое. Это 2 в степени n минус 1. И всего это вычислить. Ну, пример. Число стирлинга из 5 по 2 можно посчитать так. Можно написать 32 минус 2 пополам. А можно написать 16 минус 1. Оказывается, обе эти формулы, и вот эту, и вот эту, очень легко объяснить комбинатуру. Не рекуррентно, как вы это сказали. Ведь что вы мне сказали, что можно вычислять с каждую следующую клеточку, зная предыдущую. Это правда. 31 – это 15 умножить на 2 плюс 1. А я сейчас предлагаю явную формулу. Кто может понятно объяснить, хотите эту, хотите эту. Это одно и то, по сути. Ага, я так и думал, что никто не может. Не зря я мне вопрос задал. Никто не может доказать эту формулу. Интересно, когда мы дойдем до числа стирлинга из 8 по 5. А не дойдем. Неужели вам придется выписывать все эти варианты? Это честное бумаги, позорите. Ну, да, и 8 по 6 тоже. Немало, да. Да. У меня вот 6 и 4. Он там будет, как я понял, 23? Почему? Формула нужна. Ну, сначала 1 плюс 9 будет 10, Ребята, не надо заниматься числовой мистикой. Не пытайтесь угадать ответы. Нужно какое-то рассуждение. Поймите меня, пожалуйста. Не то, что в таблице так было написано. Не то, что так получается. Кто-нибудь сделал с 6-потреба? Повторяю. Гарри Поттер, Великая книга. Там обо всем написано. Там про число стирлинга подробно, четко объяснено. Конечно. Берешь, надеваешь на шестерку мантию невидимую. Неужели вы не помните? Там же четко это написано. Правда? Кто Гарри Поттера читал, тот заодно и про число стирлинга должен сказать. Надеваешь на шестерку мантию невидимую. Что при этом происходит? Сколько элементов остается? Пять. Насколько частей они после этого разбиты? На самом деле, там есть вариант. Если надел маленькую невидимку на шестерку, и шестерка была, например, здесь, или она была здесь, или она была здесь, то получается разбиение пятиэлементного множества на сколько частей? На три части. Вот у нас выписаны все двадцать пять вариантов. Смотрите, куда угодно пишешь шестерку, только, разумеется, надо одну из этих трех шестерок. И получается, что каждый из двадцати пяти вариантов превращается в три раза. Согласны? Это будет уже сколько вариантов? Семьдесят пять. Пишу формулу. Значит, число стильлинга из шести воды, это есть три умножить на двадцать пять. Но еще есть вариант, когда шестерка в этой своей мантии живет отдельно от других. То есть, смотрите, вот такой вариант, шестерка в мантии невидимка, а здесь у нас один, два, четыре, три, пять. Поняли идею? Сколько таких вариантов? Шесть. Их столько, сколькими способами можно разбить пять элементов на два подмножства. А сколькими способами пять элементов можно разбить на два подмножства? Пять на два подмножства можно разбить пятнадцатку. Обратите внимание, двадцать пять умножаю на три, прибавляю пятнадцатку. Сколько будет? Это число, чтобы все было не больше. Получится три стадия. Надо это умножить на три и прибавить это. Молодец. Так вот, вот это число. Надо десять умножить на четыре. Отлично. И прибавить на пять. Молодец. Шесть пять. Да. Потом, надеюсь, что вам триста пятьдесят. Так, давай считать. Шестьдесят пять на четыре. Это двести сорок и двадцать. Двести шестьдесят и девяносто. Это да, триста пятьдесят. Дальше. Вот у нас триста пятьдесят и четыре. Это тысяча двести и двести. Тысяча четыреста. И триста один. Сколько? Семьдесят один. Отлично. Это тысяча семьсот один. Дальше. Дальше. 15 на пять. Семьдесят пять и шестьдесят пять. Сколько? Сто сорок. 140. Молодец. Позор на 5 Это у нас будет 700 И плюс 50, 1050 Отлично Так, осталось последние клеточки Справишься? 21 умножаем на 6 Получается 126 Плюс 140 266 266 Спасибо Спасибо Союз Все правильно Смотрите Он понял, что числа Стирлинга Ублитворяют замечательным Простому Регурентному соотношению Замечательному Регурентному соотношению Кстати, здесь я уже начал писать Число Стирлинга из 6 Бодрик Это 3 умножить на число Стирлинга Из 5 Бодрик Плюс число Стирлинга Из 5 Бодрик В общем виде Формула такая Число Стирлинга Из n плюс 1 По k Это k умножить на число Стирлинга Из n По k Плюс число Стирлинга Из n По k минус 1 Давайте я эту регурентную форму Быстренько вам объясню Если вы Несколько Предметов Или несколько человек Неважно кого Распределяете По нескольким Комнатам Или нескольким мешкам То Есть Такие Варианты Либо У вас n плюс Первый предмет Лежит Отдельно В отдельном Кишке И тогда Этот вариант Вот столь Ровно столь Что Либо же Он лежит Не отдельно И тогда Количество вариантов Вот такое Почему Повторяю Если у нас Есть n плюс Один предмет Мы Распределяем По камешкам То Либо n плюс Первый предмет Лежит Отдельно И тогда Таких способов Ровно Вот столь Число Стирлинга Резет по к-минусу Либо же Количество способов Будет Равно Вот Такому Почему Потому что Когда предмет n плюс Первый Лежит Вместе С какими-то Другими То Когда мы Убираем Получается Что n Предметов Разбиты По К На К Подмножеств И соответственно На n плюс Первый Можно добавить Любой из них Так же Как вот здесь Нарисовано С этими Самыми Шестерками Призыв Да Хорошо Давайте я Все-таки Напоследок Объясню По этому Колу Потому что Решение Так не Причем Как получается Явная Формула Для Числа Стирлинга Из n Коз Значит Ответ Такой Формулы Тот Сам Делает Или Сам Делает Нет Вот тебе Формулу 2 2 n Минус 2 И 2 n Минус 1 Минус 1 Минус Так И Так И Что Что Ну да Нет То что Это Одно И Боже Конечно Это Понятно Когда Делишь Двольку На Двольку Получаешь Когда Два В Я заметил Что 2 Что 5 Минус 2 3 Делает И 2 Делает 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 Двольк Уже Сказал Ну Конечно 2 n Не пополам Это 2 Минус 1 Да Но Вопрос Почему В принципе Такая Формула Да Говорит А потому Что У нас Будет Две Половинки Одна Целая И Что Они Если Двольк Сыдить То Будет Тоже Одна Целая Ерунда Один Способ Я Вам Конечно Сказать Могу Способ Такой Вот Что Такое Число Стивлинга Из Р Одного Гола Это 2 Умножить На число Стивлинга Из n Кода Плюс 1 Это Правда? Да Это Правда Но 1 Это То же Самое Что Число Стивлинга Из n По Единец Пожалуйста Спешите Это Себе Все А Дальше Смотрите Какая Любовь Пишем Это 2 Умножить На Вот Представьте Себе Пусть Эта Формула Уже верна Для Н Верна Посмотрим Что Будет Для n Плюс 1 Да Только Расскрываю Скопки Получается Следующая Штука 2 Умножить На 2 В Расскрываю Расскрываю Н Это Будет 2 В степне Н Минус 2 И Плюс 1 Это Минус 1 Значит Что Я Начав С Вот Этой Формул Для Числа n Я Получил Очень Похожую Форму Для Н Плюс 1 Так Я Объяснил Что Если Для Н Была Верна Вот Эта Вот Формула То Тогда Обязательно Аналогичная Формула Верна Для Этой Штатины Так Что Строго Говоря Этой Разум Но Можно Бы Сделать Это Гораздо Проще Без Всяких Рекуррентных Соотношений А Просто Задумавшись Над Тем Что Здесь На Вес Представьте Последние 5 минут Уже Никто Не догадается Уже Я Буду Буду Дократить Вообразите Себе Что Н Элементов Это Все Мы Все Люди Которые Сейчас В этом Зале Находятся А Разбить На Два Подможества Это Значит Некоторых Из Нас Отвести Влево А Некоторых Отвести Вправо Понятно Да Еще Раз Есть Зал Да Сколько Нас Надо Кого-то Сюда А Кого-то Сюда Сколькими Способами Это Можно Сделать Вот смотрите Берем Первого Человека Берем Давай Вставай Так Побежал Хочешь налево Хочешь направо Вперед Куда Хочешь Хочешь налево Хочешь направо Так Сколько Сколько Три Человека Выше Сколько Было Способами Первый Человек Мог Пойти Налево А мог Пойти Направо Второй Человек После Этого Мог Пойти Налево И Третий Мог Пойти Налево Мог Пойти Направо Сколько Всего Нет Не Три Или Шесть Вот И Проблема Выяснилась Ребята Вот Эта Картинка Вы Скажете Что Она Очевидна Правильно Только Вы Ее Не Знаете Итак Сначала Один Человек Пошел Налево Или Направо После Этого Второй Пошел Налево Или Направо И Третий Пошел Налево Или Направо Сколько Всего Стало Способ 80 А Четыре Четвертый Человек Пошел Налево И Направо Сколько Стало Способ Конечно 16 Давай Четвертый Человек Фошел Налево И Пошел Накраво 16 Способ Давай Пять Смотрите Так Сейчас у нас там трое с одной стороны, двое с другой. Когда пять человек, то это можно сделать уже тридцатью двумя способами. Можно? Да. Это получается четыре, как бы, вот второй, как бы, вот. Смотрите, это получается, мы берем... Это получается, вообще-то, два в пятой, тридцать два. Да, два в пятой. Тридцать два, это два в пятой степени. А теперь вопрос, что это за такая двойка, которую надо бы читать? Это как бы один в поле. Это вот что такое. Так, давайте туда, туда все подойдут. Куда, туда, туда, к ним быстрее. Смотрите, вот когда они все пять взяли и пошли направо. Там один человек, который не в любой везде. Это для нас плохой способ. Потому что тогда стоит у нас пять человек с одной стороны. И стоит ноль человек с другой стороны. Так, давайте все переместимся туда. И второй вариант. Когда все пятеро стоят слева. Это и есть те самые два способа. Так, теперь давайте встаньте, как вы в самом начале стояли. Ну, после этого. Господа, а теперь обратите внимание. Когда они стоят вот так, они могут взять и поменяться. Будьте добры, значит, мы вдвоем здесь вот так, мы прямо сюда. Когда они поменялись, от этого на самом деле ничего не произошло. И поэтому надо тереть пополам. Согласны? Согласны. Отлично. Так, ребята. Буквально на секунду. Сядьте. Все. Сядьте вот свои брежние места. Это я объяснил вот эту вот форму. Объяснил или не объяснил? Объяснил. Ну, значит, когда у нас есть n человек, каждый из них может пойти либо налево, либо направо. Два способа. Но это надо взять не просто два, а дважды, дважды, дважды. Два в степне нет. Потому что каждый, независимо от предыдущих, имеет два способа выборить. Отлично. Минус два – это когда либо все пошли налево, либо все пошли направо. И пополам, потому что лево и право можно поменять. А теперь я объясню, я объясню, да вот ли эту форму. На самом деле это тоже очень неплохо. Так, внимание. Кто у нас там первым человеком? Отлично. Выходи. Выходи, выходи, не бойся. Значит, господа, когда у нас выходит первый человек, то согласитесь, что абсолютно не важно, выходит ли он налево или выходит направо. Согласны? Потому что эти множества можно менять местами. Так вот, давайте договоримся, что первый человек в обязательном порядке выходит направо. Хорошо? Замечательно. Так, второй выходи. У второго человека выбор идти налево или направо. Это два варианта. Третий выходи. Каждый из двух вариантов то же самое. Два варианта. Выходи быстрее. Четвертый человек выходит. То тоже два варианта. Понятно? И пятый человек. Тоже могла пойти налево, могла пойти направо. Значит, первый человек выходит, ну, что значит, туда выходит, туда и выходит. Будем считать, что всегда направо. А здесь остальные четыре человека, каждый из них мог выходить туда, могла. Теперь вопрос. В каком единственном случае, если у нас четыре человека, все кроме первого, выйдут, будет плохо? Можно? Да? Когда они все пойдут к нему в сторону. Когда они все пойдут направо, да? Если они все пойдут к нему, все направо, то тогда... Давайте идем. Все направо. То тогда у нас окажется неприятная ситуация. Все пятеро, с одной стороны, ровно эту ситуацию мы и должны вычислить. Согласны? Значит, мы умеем объяснять формулу Стирлинга обоими с пустом. Между прочим, другие явные формулы влучить довольно трудно. И, в общем, лучше считать так. По-настоящему явных формул для этих чисел нет. Однако, есть много разных интересных скономерностей. Продолжение следует...